Вообще-то, знаете, я на самом деле раньше я не учился в другом музыкальной школе, я учился в подъезде. Первое выступление, которое я сделал. А вот это все откуда вообще? Степ, мы с тобой собрались здесь, вот собрали такой антураж, там столба, барабанчик и почему-то позвали именно тебя первым в нашу передачу. Скажи вот почему? Ну, скорее всего, потому что я популярен в оркестре, я этого не буду скрывать. Только лишь в оркестре? Не только. Там меня как бы любят, уважают, в общем-то, учителя всякие там, здороваются со мной все. В общем-то, я популярен пока что. Ну, вот сколько раз ты забывал инструмент на занятия? Точно вообще не помню, но вроде много. И мы хотели бы услышать от тебя просто пошаговую стратегию, как стать тобой, как стать суперзвезденью, чтобы тебя первым позвали на интервью и выпустили это все в эфир. Ну, я думаю, то, что нужно сначала, получается, с учителем подружиться, после этого войти в какой-то ансамбль и там тоже со всеми подружиться. То есть, свои люди в комиссии, в оркестре. Эпические фейлы там на сцене, какие-то ляпы, какие-то капец-капец провалы. Ну, по-любому же было что-то такое. Да, у меня было это, получается. Было в школьные годы, вроде был третий класс. Я там выступал с каким-то таким не очень-таки интересным произведением. И как только я вышел на сцену, у меня расстроился инструмент. Ага, и что дальше происходило? Происходило вот что. Мне сказало, что мне нужно настроить инструмент, но поскольку там никто не умел настроить, я тогда тоже не умел настроить, поскольку я тогда был маленьким таким вот. Да. Прям вот. Ну, ясно, ясно. Я, получается, не смог настроить инструмент, и мне сказали сыграть. Без настроенного инструмента. Это было дико неловко. Ну, то есть ты там вот все эти фишки, поганини там перестроиться, сыграть, все как будто все там строй, как будто струна не рвалась. Это, ну, не получилось, да, тогда? Да. Волшебно. Скажи, у тебя есть какие-то прям, ну, кумиры, что ли, среди, там, может, учеников школы, может, преподов, может… Ну, это следующий вопрос, погоди. Вот. Ну, не знаю, среди учеников, хорошо, давай ограничим. Вот. Мы вспомним еще этого человека. Скорее всего это Влад Салов. Угу, отлично. Слушай, а чем он крут, почему именно Влад? А он веселый просто. Следующий вопрос простой. Андриан красавчик. Я не девочка, я не могу это говорить. Ну, я только знаю одно, что Андриан, можно так выразиться, он, как бы, мой главный, основной ключ к успеху. Я говорил вам про это вот… Связи, да. Да, связи там. Мофиа. Как ты видишь свое будущее в музыкалке, в оркестре, в музыке вообще? Ну, я думаю то, что я буду дальше заниматься, поскольку бросить мне не хочется. Не, то есть, нравятся мне музыкальные школы… И я буду закончить! Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка.